Если вы хотите реализацию данной рубрики, если вы хотите, чтобы я и на стримах играл на данном аккаунте, прокачивал его, нагибулил, покупал здесь новые вооружения, показывал, насколько круто можно и легко прокачиваться именно таки в Джаггернауте, то обязательно пишите об этом в комментарии, ставьте лайк данному ролику, поддерживайте. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было аккаунта по Джаггернауту, именно таки такой аккаунт у меня давным-давно уже имелся, сегодня у нас имеются скидочки в игре, поэтому я зашел на данный аккаунт, мы сегодня здесь его, конечно же, прокачаем, и если вам нравилась данная рубрика, если вы хотите продолжения, если вы хотите, чтобы я прокачивал данный аккаунт, несмотря ни на что, то обязательно поставьте лайк данному ролику прямо-таки сейчас. Что касаемо данного аккаунта, то здесь у нас выкачивается комплект молот Тора. Давно я не играл на данном аккаунте, вот такой вот комплектик у нас имеется, и честно говоря, он уже почти докачан, сегодня он подкачает еще себе пару шагов именно такие по пушке, так как корпус у нас уже качан, если не ошибаюсь, на 8 шагов из 10, что является очень хорошим показателем на данном звании, ну и, конечно же, откроем здесь сегодня контейнеры, и я вам хотел бы рассказать, почему данный аккаунт может жить, и почему на данном аккаунте мы в скором времени начнем нагибулить. Я давным-давно, ребятки, хотел прокачивать аккаунт в одном режиме. Данный режим, именно-таки режим джиггернаута, мне очень-таки давно уже нравился, и я долгое продолжительное время думал, стоит ли вообще заниматься данным аккаунтом, стоит ли прокачивать, и... Прошло какое-то время, я создал данный аккаунт, вернее, не создал, а зашел на него, так как этот аккаунт создан уже давным-давно, вы видите, по тому количеству нарки, которые у нас имеются вообще, в принципе, на данном аккаунте, на первом варренте имеется по 2500 нарки, что является очень-таки хорошим показателем, а это значит, что раскрыть данный аккаунт можно было бы именно-таки в данном режиме. Понятное дело, что пока данный аккаунт имеет только варрент офицера первого, что здесь были определенные уже задатки, здесь были кристаллы, я купил комплект, и потихонечку, с каждой скидочкой, я его, конечно же, выкачиваю, 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 ну и... И в итоге, я хотел бы, конечно же, видеть прокачку данного аккаунта, но в последнее время все так получается, что у меня нет времени на все эти аккаунты, ну а данный аккаунт, как по мне, просто необходимо прокачивать, очень интересная рубрика могла бы у нас получиться, если вы хотите реализацию данной рубрики, если вы хотите, чтобы я и на стримах играл на данном аккаунте, прокачивал его, нагибулил, покупал здесь новые вооружения, показывал, насколько круто можно и легко прокачиваться именно-таки в Джаггернауте, то обязательно пишите об этом в комментарии, ставьте лайк данному ролику, поддерживайте, я пойму, что вам интересен данный аккаунт, что вы хотите, чтобы я его развивал, чтобы я снимал по данному аккаунту именно-таки всякие интереснейшие видосики, ну и я думаю, что данный аккаунт будет жить. Что касаемо данного никнейма, то данный ник был создан, если я не ошибаюсь, так лет 7-8 обратно, когда-то я на этом аккаунтике ловил голды на мальках, то, что сейчас, например, делают ребята там за ЛП на новобранцах, вот тогда это дело было у нас также самоактуально, но ловили мы тогда голды вместе с моими друзьями, которые сейчас уже давным-давно не играют в нашу любимую игру, Но ловили мы их и довольно-таки хорошо проводили время, поднимали кристаллы и на тот момент, когда у нас произошел ребаланс в игре, на этом аккаунтике было около 150 тысяч кристаллов, что являлось очень хорошим показателем И в дальнейшем данное количество кристаллов дало мне вот этот суперский комплект, при этом я его еще и почти на фулы выкачал Без доната, без ничего, при этом еще имеется нарко Почему бы не реализовать данный аккаунт именно-таки в данном режиме? Единственный минус, который я допустил, это то, что у нас было набито, если не ошибаюсь, около 100 опытов TDM Я забыл то, что данный аккаунт можно реализовать именно-таки по джаггернаут, сыграл одну TDM, а только потом до меня дошла такая мысль, то, что можно просто взять и сделать супер крутой аккаунт в одном режиме И реально показать всем, что данный режим имеет смысл быть и то, что в нем реально можно быстро и просто прокачиваться Пока у меня не получается забрать джаггернаут, и сейчас может быть хорошая попытка у нас получится И голдик у нас на карте, блин, меня переворачивают, обидно, досадно Смуничтожаемся, сейчас попробуем поймать голд Все же у меня здесь имеется не такое большое количество кристаллов, но я надеюсь, что у нас еще в принципе есть два контейнера И мне хотя бы там немножечко что-то выпадет Мы подкачаем сегодня викинг на девятый шаг, а это значит, что у нас останется только один шаг, чтобы у нас викинг на таком звании уже был М2 модификации При фулл прокачке именно-таки М1 Ну и также поставим на прокачку рикошета, если не ошибаюсь, то это будет где-то пятый шажочек Почему рикошет? Почему не какое-то другое вооружение? Здесь, наверное, все-таки все просто Данный комплект открывался на штаб-сержанте, и именно-таки за счет данного комплекта я очень быстро поднял данную звонку Я сам не заметил, как я за пару дней очень легко и просто поднял здесь ворент-офицер первого И если бы я продолжил бы играть на данном аккаунте с такой же частотой, как я начинал То давным-давно я бы уже, наверное, этот аккаунт прокачал бы до условного майора, полковника Может даже бы и до бригадира я бы уже давным-давно дошел Что же будет дальше? Всех это, конечно же, интересует, что я здесь буду прокачивать Безусловно, ни для кого не секрет, что фриза прокачать, это будет, наверное, самым таким правильным решением Все же на условных ворентах и начальных лейтенантов Да даже, что тут говорить, даже на полковниках будет нагибать данный фриз И иметь смысл быть, и вообще спокойно на нем можно будет доходить даже до открытия комплектов М3 Которые у нас сейчас появляются с генерал-лейтенантом Поэтому, определенно, пушка, которая будет прокачиваться после данного именно-таки М2 получения викинга-рикошета Это будет, конечно же, фриз Возможно, я еще прикуплю какой-нибудь комплектик с громом Но это все уже позже, если у нас данный аккаунт будет, конечно же, жить И я буду на нем играть Довольно-таки интересных много рубрик и много вообще, в принципе, аккаунтов у меня имеется Которые можно реализовать под определенные рубрики, под определенную прокачку Но здесь, наверное-таки, главный момент будет играть ваша активность Если вам это будет интересно, то мы обязательно будем реализовывать данные аккаунты Прокачивать их, нагибулить на них И вообще показывать, насколько круто можно в определенных режимах Вот просто условно здесь у нас режим 1, джиггернаут Как можно в одном режиме легко и просто поднять аккаунт с нуля Я надеюсь, что это будет реализуемо И мы этого уже в следующем году определенно добьемся Что касаемо данной катки, остается у нас 40 секунд до конца Не особо у меня получилось здесь забрать джиггернаут Возможно-таки, данный рикошет не совсем подходит пока что у нас именно-таки Забиранию данного джиггернаута Возможно-таки, может, карта просто чуть-чуть большая Я не успеваю здесь доехать до именно-таки джиггернаута Но что-то-что-то сегодня здесь у нас не пошло Поэтому мы сейчас зайдем, конечно же, в гараж Прокачаемся Откроем контейнеры И будем надеяться, что с этих даже двух контейнеров Мне дропнет хотя бы там 10 тысяч кристаллов Которые я вкину в свою прокачку И прокачаю не по одному шагу того и другого А прокачаю хотя бы-таки два шажка рикошета И поставлю на девятый именно-таки викинга Я думаю, что викинг на десятый ставить сегодня-таки нету смысла Открываем гараж Выполнили даже какую-то ничего себе заданку Вот это поворот Конечно, самое, наверное, тяжелое Это выполнять заданки именно-таки в джиггернауте Вот, серьезно Это постоянное невезение Но даже не то, что невезение Здесь реализация ваших заданок Играет, наверное, очень тяжелую такую роль И вообще, в принципе, если постоянно менять То, конечно, обязательно у вас будут те заданки Которые можно будет выполнить в джиггернауте Но нужно понимать то, что бывает такой момент То, что вы заходите У вас там все режимы, которые вообще не связаны с джиггернаутом Так как условно у нас нету вообще в принципе режима Который можно реализовать в джиггернауте И это, конечно, очень-таки печально Если вы хотите, например, взять Выполнять заданки И выполнять там ежедневные задания И при этом еще копить И нагибать именно-таки за счет получения новых определенных контейнеров С которых его может дропать То реализация, конечно, именно-таки в одном режиме Не совсем будет удачно Но это такое небольшое отступление А мы открываем, конечно же, контейнеры 125 ускорений, понятное дело Ничего не дропает И второй тоже 125 ускорений Но я думал, хотя бы кристаллы бы у нас упали Я был бы, конечно же, рад Но, увы и ах, ничего у нас не падает Сегодня у нас 50% скидочки на МПК И на их ускорение Но ускорять, я так понял Мы сегодня, конечно же, это дело не будем 4 тысячи кристаллов мы сливаем на прокачку Именно-таки Рикошета Ставим на прокачку Викинга И у нас остается 28 тысяч кристаллов Это значит А это значит что? Правильно Это значит то, что мы сможем еще один шажочек Как минимум прокачать Два шажка у нас не получится Но вот, именно-таки два Без ускорения шага у нас поднимается рикошет 7 шагов рикошет 9 шагов пикинг Я думаю, что уже на ближайших скидках Мы докачаем данный комплект Будем играть на данном комплекте М2 модификации В дальнейшем мы приобретем себе Еще один интереснейший комплект Которого сейчас, к слову, в игре у нас нету И будем реализовывать данный аккаунт На этом мы будем заканчивать с данным роликом Если он вам понравился То обязательно поставьте лайк Подпишитесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Также, ребята, не забывайте Нажимать на колокольчик И приходить на стримы Которые у нас проходят Каждый день в 22 по МСК Но у меня на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok